здравствуйте вы на канале евгена роста и в этом видео специально для всемирных инженерных игр век мы начинаем новую серию образовательных видео уроков поехали в этот раз мы начнем с такого базового предмета который есть каждом интерьере это обычный стол поехали первое что мы должны сделать это мы находимся сами в рабочем пространстве модель модул вот здесь вот первое что мы делаем нажимаем здесь плюсик плюсик create sketch и убираем поверхность можем выбрать и вот на таких видовых поверхностях которые появляются с привязкой они так подсвечивается когда мы наводим либо можем выбрать например на виде сверху кликнув и более удобно выбрать атаку и так выпадающим меню скетч мы выбираем инструмента rectangle to point rectangle на то он здесь первые кликами его левой клавиши и например вот так вот начнем с привязки центральной точки когда мы наводим на нее появляется квадратик до . привязки вот отсюда кликнем 1 и кликнем 2 и так теперь мы во вкладке упадающей меню скетч сам внизу мы найдем с вами такой инструмент который называется sketch dimension вот он здесь внизу кликнем на него и нас видим что курсор поменялся у него такой как бы стрелочка появилась дополнительная внизу символ нанесения размеров на просто наносим вот так вот на линию отводим курсор в сторону и вводим например 600 миллиметров да у меня сейчас размер на стоит миллиметрах поэтому я буду вводить миллиметрах сантиметрах это 60 сантиметров и ширина пусть будет полтора метра то есть 1500 миллиметров хорошо во вкладке create мы выбираем операцию экструд и наводим курсор на наш замкнутый контур и видим что когда мы на него наводим он меняет цвет на такое персиковые операция экструд применяется только к замкнутым контурам если контур будет не замкнутый он будет иметь какие-то разрывы либо вы будете использовать например инструмент линия и где-то забудете соединить начало и конец ваших отрезков которые будет строить то данная операция примениться не сможет поэтому к данному замкнутому контуру мы выбираем кликнули так вот специальном диалоговом меню мы видим что в поле profile мы видим что написано цифра к 1 и selected значит что один базовый профиль мы сами выбрали появился такая стрелочка мы можем потянуть за нее и видим что у нас изменяются размеры вот в этом окошке и вот здесь в диалоговом окне ну давайте зададим 20 20 миллиметров пусть будет вот так вот нажали enter вот мы получили вот такую сами столешницу но как бы давать еще дорисуем ножки вид сверху у нас с вами вот здесь вот мы видим это на видовом кубе и вот так как бы перемещая вращая нашу столешницу видом снизу вращением вращение тела я осуществляю с помощью средней клавиши мышки то есть я нажимаю на свои колесико и удерживая его вращая тело относительно центра массового вот такая здесь зелененькая точечка появляется в центре относительно нее я вращаю данное тело а кликну левой клавишей по этой поверхности потом их на правой появилась такой вот всплывающее меню и я нажимаю create sketch теперь я убираю 5 инструмент прямоугольник по двум точкам и например пока что произвольно я рисую такие вот четыре прямоугольника нам теперь нужно нанести на них размеры давайте сделаем давайте я оставлю две ножки а потом их копируем с помощью массива так что для начала пока что мы вызовем инструмент sketch dimension и нанесем размер на эту сторону пусть будет 50 миллиметров 50 мало пусть будет 80 миллиметров кликнем сюда здесь также пусть будет 80 миллиметров потом наведем на эту линию видим также 80 миллиметров нажмем enter и повторим для этой линии 80 миллиметров теперь мы кликаем на да я могу приближать и удалять объекта с помощью колесико мышки данном случае приближаю этот фрагмент кликаю вот на эту точку и на эту линию и когда отвожу курсор в сторону я вижу такой выносной размер ну давайте зададим пусть здесь будет 40 миллиметров теперь я кликаю эту точку и уже вертикальную линию и также увожу 40 миллиметров как мы видим а по сравнению вот с этим прямоугольником этот прямоугольник поменял свой цвет чтобы выйти из режима инструмента sketch dimension который сейчас активирован я нажимаю скип курсор поменял свой вид и я сейчас покажу мы видим что данный прямоугольник имеет черный цвет а этот прямоугольник синий это говорит о том что этот эта часть эскиза полностью определена то есть я например пытаюсь клику левой клавиши мышки и пытаюсь как бы этого перетащить но мне это не получается а вот для этого прямоугольника это операцию путь можно пока линии синего цвета их можно по эскизу перемещать как у как удобно я опять вызову инструмент sketch dimension данный инструмент мы можем вызвать также с помощью клавиши d на на клавиатуре давайте попробуем нажмем клавишу d и видим что курсор поменял свой вид и мы можем нанести размер также убираю эту точку эту линию и ввожу те же самые 40 миллиметров следует помнить что если раскладка стоит не английская русская то клавиша d не сработает сначала нужно перейти в английскую раскладку и только потом вызывать этот инструмент нанесение размеров с помощью клавиши d и так прокликаю оставшиеся две линии линии точку 40 миллиметров и получили вот такие два прямоугольника они черного цвета они полностью определены переместить мы их не сможем давайте выпадающий меню скетч мы с вами найдем такой инструмент который называется rectangular pattern а то есть прямоугольный шаблон кликнем по нему левой клавишей мыши так у нас здесь получается одно дело как но просто другое и в диалоговом окне вот этом rectangular pattern прямоугольного шаблона мы выберем объекты которые нам необходимо копировать а мы хотим скопировать вот эту линию далее кликаю левой клавиши на эту линию левой клавиши на эту и сюда то же самое я повторяю для вот этих вот четырех отрезков и здесь также имеются такие две стрелочки я просто эту стрелочку вправо так потяну и вот где-то вот так все это будут будет располагаться да вот в первом случае вот где написано квадрити это количество элементов которые мы будем копировать то есть я могу сделать их 4 но в данном случае нам нужно всего лишь два то есть чтобы был раз и два вот здесь вот дистанция у нас здесь получается одна тысяча триста пятьдесят миллиметров так пусть будет одна тысяча триста пятьдесят миллиметров в принципе это похоже нажмем ok и видим что у нас имеется такие вот контуры мы можем на них навести курсор мышки они подсвечиваются мы все еще находимся в режиме эскиза потому что у нас активен скетч палет мы можем нажать сейчас стоп скетч и также принципе можем на то дизайн контура наводить курсор мышки мы видим что цвет подсвета меняется теперь мы вызовем инструмент экструд и просто наведем курсор мышки на первый прямоугольник 2 3 и на 4 у нас появились такие стрелочки я немножечко повращаю наше тело и вот такой прям ползуночек отодвину вниз но в среднем высота ножек ножек стандартного стола на на самом деле около 70 сантиметров поэтому у нас будет 700 миллиметров здесь внизу где написано operation мы выберем операцию не join они у баре новое тело это очень важно потому что если мы выберем с вами операцию join то эти ножки они станут частью вот этой столешницы и будут единым телом выбираем они варе нажимаем ok и когда мы наводим на отдельные элементы посмотрим это в браузере да мы видим что у нас здесь теперь 5 тел появилось первое тело это столешница и 4 последующих тела это его ножки вот таким нехитрым способом буквально пару кликов мы с вами нарисовали такой такую простенькую модель стола в следующих уроках мы попробуем усложнять наши примеры и постепенно обустраивать некоторые мы попробуем нарисовать еще какие-нибудь предметы которые мы будем размещать на этом столе пока что спасибо за внимание до новых встреч пока пока